В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Срок до 1 марта. Сергей Меликов дал поручение собрать всю информацию об обманутых дольщиках республики. Дагестан. Зимовка и окот проходят как надо. Представители Минсельхоза побывали в нескольких фермерских хозяйствах. 8 наград, высшие пробы и первое общекомандное место. Подробности турнира среди юношей по греко-римской борьбе расскажем в спортивном блоке новостей. Глаз народа услышан. Собрать информацию обо всех обманутых в Дагестане дольщиках поручил глава региона Сергей Меликов. Сведения должны быть предоставлены в Минстрой республики до 1 марта руководителями всех городских округов. Там, наверное, должны быть следующие сведения представлены. Наименование организации, с какого года взялись обязательства по стройке, какое количество дольщиков в этой стройке участвует, когда эти обязательства должны были быть выполнены, по какой причине не выполнены, какая строительная готовность тех или иных объектов. Отметим, что список недобросовестных строительных компаний получил широкую огласку в средствах массовой информации. После того, как Сергей Меликов взял на личный контроль ситуацию с компанией «Арси», где будущие жильцы домов обратились к главе региона с просьбой о защите своих прав перед застройщиком. Во время заседания оперативного штаба коснулись темы переселения людей из аварийных многоэтажек. По мнению руководителя республики, главам городов во всех жилищных вопросах надо быть в диалоге с людьми. Мэр же должен объявить, что мы в ближайшие три года строительство новых микрорайонов будем начинать вот там, вот там, вот там и вот там. А вот здесь, откуда мы будем переселять, мы будем строить центральный городской парк. Или будем строить гостиницу, которая потом в своей доходной части принесет в Махачкале вот такой-то доход. 25 многоквартирных домов столицы республики исключены из реестра проблемных объектов. Как проводится работа уполномоченной комиссии и по каким критериям принимается решение о вводе в эксплуатацию, таких объектов расскажет Карим Гамаев. Самовольно построенные многоквартирные дома все еще остаются главной проблемой в повестке работы республиканского Кабмина. В 2021 году по поручению президента России во всех регионах были созданы даже специальные комиссии по решению данного вопроса. Действует такая комиссия и в Дагестане. Полтора года работы позади, а это значит время для первых результатов и выводов. Есть определенные результаты, но я так понимаю, после того, как часть домов, по которым были найдены алгоритмы, и эти дома были введены в эксплуатацию, Сейчас у нас сложный ряд решений нам придется принимать, в том числе я готов обсуждать и корректировки, но в концептуальном подходе. Главный приоритет в работе комиссии – это честный подход, подчеркнул Мажонс. Приниматься в эксплуатацию должны только те дома, которые на самом деле соответствуют необходимым требованиям. Уже об этом говорил и продолжаю об этом говорить, что эта комиссия не является органом, который будет узаконивать незаконную, нелегальную деятельность. Если мы и рассматриваем этот вопрос, то мы пытаемся защитить интересы населения, которые попали в руки, в лапы нечистоплотных людей. И поэтому каждое решение, которое мы здесь принимаем, оно должно быть очень сбалансируемо с точки зрения защиты населения и не дать возможности различным деятелям реализовать свои экономические интересы. В тех домах, где люди живут, потребляют ресурсы, решение нужно принимать в пользу введения их в эксплуатацию. Исключение – дома, имеющие отклонения в конструкциях. Тут легализация невозможна, отмечали выступавшие. Но и разрешения должны приниматься сообща, путем голосования всех структур, входящих в комиссию. Как в случае с 25 домами, готовых к исключению из проблемного реестра. Данные многоквартирные дома имеют высокую степень готовности. Некоторые из указанных самовольно возведенных многоквартирных домов технологически присоединены, подключены к электроснабжению, газо- и водоснабжению и фактически эксплуатируются. Учитывая алгоритм, примененный в отношении 154 и 11 многоквартирных домов, возможно исключение 25 многоквартирных домов, на которые вынесены судебные решения о признании права собственности из реестра проблемных объектов путем общего голосования. Нужно разработать перечень документов с конкретными требованиями к застройщику, чтобы тот смог соблюдать нормы и привести дом в надлежащий вид. Подход к работе должен быть именно в пользу людей, а не в пользу компаний, которые не хотят работать прозрачно и по закону, подытожили обсуждение участники совещания. Карим Гамаев, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. 14 машин скорой помощи и 12 передвижных ФАПов получат медучреждения Дагестана. Машины были закуплены Минпромторгом России. Каждый передвижной ФАП оснащен медоборудованием для обследования, в том числе аппаратом ИВЛ и акушерским креслом. А мини-лаборатория на колесах позволяет оперативно определить уровень сахара и холестерина в крови. Сегодня в республику поступило 10 машин скорой помощи и 12 фершерских акушерских пунктов, которые направляются для работы в сельские населенные пункты для оказания медицинской помощи населению. Фершерские пункты укомплектованы всем необходимым для того, чтобы проводить, в том числе и диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр населения. Особенно они важны в зонах отгонного животноводства, где не всегда мы имеем стационарный медицинский пункт, который мог бы оказать эту помощь и провести медицинские обследования в центре. Почти полтора миллиона овец зимуют на землях отгонного животноводства в Дагестане. Министр сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с ходом зимовки в Кочубейской зоне. Мухтарби Аджеков побывал в трех хозяйствах Хахтынского и Тарумовского районов. Лично осмотрел поголовье мелкого рогатого скота, оценил сохранность приплода и условия проживания чабанов. В хозяйстве мы летом, например, весной, в мае мы кочуем горы, осень в октябре, в конце октября обратно мы в степь возвращаемся. Довольны, довольны, грех жаловаться, довольны. Овца тоже очень хорошая, полностью, можно сказать, оправдывать наши желания. Ударившие в последние дни мороза не повлияли на процесс. Окот продолжается, запас кормов имеется в необходимом объеме, сообщает Минсельхоз. В одном из фермерских хозяйств также успешно разводят жирнохвостых овец с особого типа. Они отличаются большим количеством приплода и особой мясной продуктивностью. Средний вес таких овец достигает 60 килограмм. Подобных результатов дагестанским селекционерам удалось достичь, скрещивая местные породы зарубежными в течение нескольких десятилетий. Те морозы, которые сегодня идут, в целом выдержали. В некоторых хозяйствах за 100%, 100% сегодня приплоды берут. Надеемся, что также через неделю уже спадут морозы. Я думаю, что в этом вопросе все нормализуется. Корма сегодня хозяйство имеет, сено завозится, остальные кочевеи. Поэтому таких рисков на сегодняшний день мы не видим. Вы знаете, сейчас на отгонных землях сегодня имеем более 1,4 млн. поголовья. Поэтому мы были в Министерстве хозеработника беспокоены. Поэтому с учетом этих морозов выехали. Но ситуация стабильная, нормальная. Я надеюсь, что мы сейчас достойно перезимуем. 14 февраля – Международный день книгодарения. По всей России, в том числе и в Дагестане, проходят благотворительные акции. Так, сотрудники отдела просвещения Муфтията Республики провели социальный опрос среди горожан на тему любимых произведений. При этом представители духовенства подарили жителям столицы книгу о жизнеописании великого ученого Хадисовета имама Аль-Бухари. В первую очередь акцию мы проводили для того, чтобы напомнить о важности чтения книг, о том, что такой день существует, Международный день. Ну и чтобы дарили друг другу книги. Не забывали, что бывает так, что книга как будто бы банальный подарок. Но на самом деле, если сейчас подумать, это очень важный и ценный подарок. И вы, наверное, заметили, что мы дарили книги про жизнеописание имама Бухари. Это тоже не просто так. Это выдающаяся великая личность в религии и ислам. Человек, который проделал колоссальный, огромный путь в приобретении знаний и в передаче этих знаний, сохранении и передаче знаний последующего поколения. За что наша умма обязана этому великому человеку. Вред и опасность наркотиков. На эту тему представители Муфтията, а также известные спортсмены Республики говорили с учениками 46-й школы Махачкалы. Старшеклассники внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. В рамках беседы среди присутствующих также провели викторину. А правильно ответившим на вопрос дарили книгу. Вот бывает очень некрасиво, когда вот здесь даже взрослые учителя, им приходится делать замечания нам. Когда на улице вот так нас кто-то видит. Здесь рассказывали про вредные привычки. Мы знаем, что в школе у многих ребят есть эти вредные привычки. Но эта вещь вас не красит. Вы этим не позорите вообще никого. Вы не думайте, что это круто. Покажите одного крутого с вредными привычками, которым больше 35 лет. Покажите. Нету. Их никто не уважает. В большом, уже по старшем возрасте никто не уважает. Кому-то сейчас может быть смешно, там забавно, что он чем-то занимается, и другие на него обращают внимание. Но это все временно. Это все уйдет. Где-то 10, может 20 пройдет. Кто-то из вас будет доктором наук. Кто-то будет главой региона, главой города. Спортсменом, медсестрой, врачом. Все в ваших руках. Просто самое главное, то, что я в своей жизни взял, я слушался своих родителей, своих учителей и имамам населенного пункта. У меня уже база была, и я знал, что это можно, что нельзя, потому что я по всем вопросам ходил в мечеть, имамам советовался, чтобы не сбили. И немного о спорте. 8 наград высшей пробы и первое общекомандное место. Борцы греко-римского стиля из Буйнакского района отличились на первенстве Дагестана. Соревнования среди юношей до 15 лет проходили в Каспийске. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера России Алисултана Амарова. Всего на ковер во дворце спорта имени Али Алиева вышли около 200 участников, которые разыграли 15 комплектов наград. Конкуренцию команде из Буйнакского района составили махачкалинцы. У столичных вольников 7 золотых медалей. Призеры соревнований представят Дагестан на первенстве СКФО. Турнир пройдет в конце марта в Карачаево-Черкесской республике. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин